Прием заявок на губернаторскую премию нашей Подмосковья стартовал. В этом году борьба за победу будет жаркой. Количество призов решили уменьшить, а размер поддержки самых лучших проектов увеличить. В этом году мы проводим уже седьмой раз премию. Это прям уже большой момент в нашей жизни. За все это время более 230 тысяч жителей поучаствовало в нашей премии. И 11778 заявителей вообще получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей. Это беспрецедентная история. Пока до сих пор ни один субъект Российской Федерации не обогнал, за что очень признательный губернатор Московской области. С 3 июня открыт прием заявок на участие в конкурсе, который будет проходить в 4 этапа. Обязательным условием, как и в прошлом году, будет презентация проекта в муниципальных образованиях. Лучшие инициативы пройдут в финал и уже на церемонии награждения будут названы победители премии «Наше Подмосковье». Церемония, когда собираются все участники, это праздник. Вот для всех праздник. В прошлом году, когда мы были на улице, вот то, что вы видели, церемонию награждения, мы даже не успели обойти всех тех, которые демонстрировали свои стенды, что ли, то, что они сделали, потому что это невозможно. Так много было интересного. В этом году проекты можно подать в следующих номинациях. Экология, творчество и духовное наследие, прорыв, волонтерство и благотворительность. Победитель премии 2018 года Оксана Артюхина в категории «Сообщество» поделилась своей формулой успеха. Это огромная мотивация для реализации новых и новых проектов, потому что благодаря победе в премии у нас образовалось еще два новых направления. Она осознала не только Московская область, но и, не побоюсь этого слова, Россия. Во время оценки проектов будут учитываться сразу несколько критериев. Социальная значимость, реализация идеи, практическое применение. Роман Попов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.